Добрый вечер! Программа Пролив. Очень жаль, конечно, что не совсем в прямом эфире откроем вам маленькую тайну, но мы рады тем людям, которые сегодня у нас здесь в студии, потому что вы не можете не знать этих людей и не можете этих людей не любить. Прошу любить и жаловать! Дмитрий Певцов! Здравствуйте! Добрый вечер! И Андрей Вертузаев, группа «Картуш». Добрый вечер! Мы очень рады, что вы у нас в студии здесь оказались, и мы надеемся на очень интересную беседу и очень красивые песни. Договорились? Мы не подведем ваших надежд. Хорошо, тогда давайте с песни начнем. Попробуем. Аплодисменты. 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 И��. Колеса палки ткнут, догадываюсь в чем и как меня обманут Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут И где через дорогу трос натянут Но стрелки я топлю на этих скоростях Песчинка обретает силу пули И я сжимаю руль на судорог в кистях Успеть, пока болты не затянули Наматываю мили на кардан И еду вертикально проводом Завинчивают кайки побыстрее Не топать не мутрос, как раз вешая И плавится асфальт, протекторы кипят Под ложечкой сосет от близости развязки Я голую грудь верву, натянутый канат Я жив, снимите черные повязки Когда я появлюсь на горизонте Я все-таки Поиск, как без тех, кто приходит Поч glance, как же лучше меня Поиск, как просто вешаем И даже чего-то есть и молчать с глазами Ну ишуlin Покончил струсом канат, не пересек Мой шейный позвонок, но из кустов Стреляют по колесам! Меня ведь не рубли, на гонку завели Меня просили миг, не проворонтили Узнай, а есть предел там на краю земли И можно ли раздвинуть горизонты На мобору, вели на кардан И пулю в скат прибить себе не дам Но тормоза отказывают кода Я горизонт промахиваю с кода Автогончик? Чего больше? Нет, автогонки уже закончились Для меня как-то времени нету Да и желание пропало Больше, наверное, все-таки стремление сейчас к музыке И к тому, чем мы занимаемся вместе с Андреем Потому что это для меня относительно новое занятие Я этим занимаюсь чуть больше 10 лет В принципе, вот такой деятельностью А с группой, вот с музыкантами мы работаем совсем недавно Сколько уже? По-моему, два года, да? Нет, три года Первый концерт у нас состоялся, да, в марте 2009 года В марте будет три? Да, нет, стоп Будет четыре? Четыре года в марте будет, да, конечно Для меня это вот сейчас самое интересное Хотя я не отказываюсь от съемок Изредка могу позволить себе посниматься Потратить время на это безобразие И в театре играю постоянно, естественно Ну, собственно, а как народный артист Российской Федерации Да, заслуженный артист Российской Федерации Народный артист России Дмитрий Певцов Решил на постоянную основу запеть То есть, я понимаю, вы всегда пели, да, в театре пели А вот так вот То есть, плотный график гастролей певца Дмитрия Певцова Вот почему вы к этому пришли? Я к этому пришел Но пока не настолько плотный, чтобы нельзя было вообще дышать Хотя, в последнее время Я посмотрел список гастролей, концертов, у вас плотная афиша Брянск буквально Когда там, завтра или послезавтра? Завтра Брянск, да В Калуге мы второй раз в этом году Да, вот, опять же, в Калуге уже второй Да, очень хорошо нас здесь принимают, поэтому Ну, дело в том, что, может быть, потому что сейчас в театре меньше работы Вот в родном театре у меня там всего четыре названия Если там лет восемь-девять назад у меня было там десять названий практически Там или восемь, то есть, и без замены Сейчас у меня четыре названия и два из этих названий я играю в замену То есть, я в театре меньше занят И хотя есть еще другие театры Ну, просто больше времени, и я его сейчас уже освобождаю для именно музыкальных проектов И я в основном отказываюсь от кино, потому что мне жалко тратить время Только если уж очень интересное предложение Тогда я вот как-то выкраиваю время для кино Ну, то есть, если выбирать между кино и театром, то все-таки побеждает? Театр, конечно Театр, конечно, конечно Ну, это, видимо, произошло из-за того, что когда... Ведь вы же не мечтали о профессии актера, да? Насколько я знаю, вы попали, совершенно случайно прошли тур, да? Как это у вас было? Ну, не то, что случайно, я поступал направленно, но я не понимал, что это за профессия вообще И что является составными частями этой профессии Я думал о славе, в известности, о том, что как, о, кино, телевизор, вот, известные Вот я единственное, что понимал А какой ориентир был вот тогда, когда поступали, когда думали о славе? Был же какой-то ориентир? Был ориентир, я помню очень хорошо, на меня какое-то удивительное, шоковое, радостное впечатление Поизвел фильм «Старший сын» режиссера Мельникова С Евгением Павловичем Леоновым, Николаем Петровичем Караченцевым, Михаилом Сергеевичем Боярским Светлана Кричковой Это для меня было просто вот какой-то, ну, еще замечательная пьеса Вампилова, мягко говоря Просто вот мое стремление попасть вот в этот мир, где люди так живут Вот у них такие сильные страсти Мы же почему, в принципе, люди смотрят кино, и в том числе разное кино Потому что жизнь нормального человека, она довольно однообразна И каких-то диких перипетий, и таких событий, которые есть друг на друге, не бывает в жизни А человеку хочется что-то такое получить, но чтобы не со мной, но вот посопереживать, пожалуйста Поэтому у меня было нормальное обывательское желание вот туда попасть, в этот мир А есть какая-то роль, на которую вы никогда ни за что не согласитесь? Я об этом не думал Мне когда ее предложат, тогда, очевидно, могу ее назвать То есть сейчас кино вообще уходит в тень? Вообще вы забросили? Или все-таки есть какой-то такой момент, что вы Нет, все, бросаю петь, ухожу в кино опять Нет, я никуда не могу уйти, потому что основное место Моя трудовая книжка лежит в Театре Ленкома, поэтому мне сложно куда-то уйти Я никаких рамок себя не ставлю Вот я не буду сниматься, или я не буду петь, нет В кино, если появляется что-то интересное, то Андрей Александрович начинает плакать, потому что я ухожу Я говорю, Андрей, извини, вот я снимаюсь, поэтому в это время не трогай концерты, да, не надо Не извини Мне поднадоявший процесс, где очень много времени тратится в пустую В 2009 году в Сочи вместе с группой «Картуш» выступали, и там представление длилось 3 часа Это нормально для концерта? Или это был какой-то перебор? Вам хотелось играть? Вас с аплодисментами заставили еще 28 раз выходить? Вопрос, наверное, в том... Не знаю, нам было, наверное, очень хорошо на сцене А я еще гитару долго настраивал там А, нет, это во второй наш приезд был Во второй, да? Во второй, да Нет, дело в том, что у нас концерты 3 часа, может быть, но сейчас мы играем концерты Либо в одном отделении час 20, либо в двух отделениях 2-10, да, или там 2-30 Да, 2-20, где-то вот так получается в двух отделениях, но вот сегодня у нас будет... Обычно зрители встают раньше, чем артисты на сцене Нам бы петь, да петь Я надеюсь, вы же ни разу не видели, чтобы зрители во время выступления вставали и уходили Ну, поплакать, если только От счастья Не уходили, у нас не уходили пока Нет, у нас не уходили Мы уходим периодически со сцены Ну, по делу Есть номера, где у нас, вот мы с Анной Комаровой работаем Акустические такие вещи, легкие, когда все музыканты идут курить, даже те, кто не курит А мы с Анной остаемся и наступаем вдвоем за всех У вас еще был опыт работы в иностранном государстве США, по-моему, да? Да, было такое, да Ну и как там, как здесь? Сравнить можно? Публику? Отзывы? Ну, я скажу, лично мне здесь на сцене больше нравится, нежели чем там Почему? Потому что публика совсем другая Здесь публика живет вот этой жизнью Вот с сегодняшними чаяниями С ним можно пошутить, да? Рассказать там какой-то анекдот, который вот с сегодняшнего дня И услышишь отклик Там же люди, ну, немножко они тех времен Когда вот они вот тогда уехали И они в том времени и остались Но они понимают песни? Не, ну, песни-то они всегда понимают Ну, почему же они песни не понимают? Ну, просто, когда в зале видишь, что средний возрастной контингент Где-то приближается к 50-60 То это, ну, хочется, чтобы Я бы сказал, за 60 Да, многие за 60 Хочется молодых, красивых, очаровательных зрителей видеть Вот, и для них они воспринимают это по-другому Надо все-таки что-то послушать Споем? Да, споем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А кто там соло у нас играет? Смотри, где? Со мной вот что, по-моему, да? Поехали Галанчелли флейта АПЛОДИСМЕНТЫ За мной вот что, и для нас хоп Ко мне мой старый друг не ходит А ходит разный суетей Разнообразные детей И он не с теми ходит, где-то, и тоже понимает это И наш разлад необъяснимый он, мучился с ним Со мной вот что происходит, совсем не так А мне приходит, мне руки на плечи платят И у другой меня кратят А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть Та, у которой я украден в отместке, тоже станет красть И сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе И неосознанно наметит кого-то дальнего себе О, сколько нервных и недушных связей И дружб не нужна во мне уже, а сатаненность О, кто-нибудь приди наружу чужих людей Соединенность и разобщенность близких О, кто-нибудь приди наружу чужих людей О, кто-нибудь приди наружу чужих людей Вселенная И у другой меня крадет Со мною вот что происходит Со мною вот что происходит Со мною вот что происходит Браво! Это программа «Пролив». Мы сейчас сделаем маленькую паузу, Но потом обязательно вернемся в студию И продолжится все это Программа «Пролив» Мы возвращаемся в студию У нас сегодня Дмитрий Пецов В гостях Андрей Вертузаев Дмитрий привез с собой На гастроли в Калугу свою маму Нуэми Семеновну Здравствуйте С вашего позволения, Дмитрий Я с вашей мамой поговорю, хорошо? Да она сама, если что Будьте добры, микрофончик Скажите, пожалуйста Вы Дмитрия в детстве за что наказывали? Ну я редко его наказывал Что, ни разу в углу не стоял? Нет Ты помнишь когда-нибудь? Я не помню Нет, в углу не стоял Ну бывало слегка Шлепну Когда совсем маленький еще был По какому месту? По мягкому, естественно По самому мягкому Он не был настолько Шаловлив Или Вредный, как говорят Теперь Хорошо учился Был очень славным парнем В детском саду его обожали Считали главным артистом Когда он заканчивал детский сад И должен был идти в первый класс Там все высказывали сожаление Что мы будем делать У нас главный артист уходит А первая роль у Дмитрия в детском саду Зайчик, наверное? Зайчик, да Есть фотография Махноногий, да Да Это уж как неизбежно, наверное Все мальчики бывают зайчиками Хорошо Хороший был, славный парень Но вы довольны? Не превратился? Нет, вот то, что Очень довольна То, кто он сейчас Да? Все хорошо? Я, знаете, довольна Особенно не только тем, что он делает А тем, как он относится ко мне, к отцу Он очень добрый, ласковый Хороший А вы вот так вот на гастроли часто ездите? Бывает Даже в Америку меня взяли С собой Хорошо, спасибо Дмитрий, это была последняя роль зайчика В детском саду? Больше зайчиков не играли? Нет, с животными как-то Не сложилось Нет Все как-то все Людей каких-то Зачем-то Да А давайте вернемся все-таки на один момент в кино И вопрос у меня такой Вот сериал, да, всем известный Бандитский, Петербург Вы сказали, что это плохое кино В каком-то интервью Нет, это неправда А, то есть Я мог только сказать Вообще не мог ничего плохого сказать об этом Это неправильно Потому что Это хорошее кино При тех возможностях, которые были И это кино о любви Как Владимир Владимирович Бортко Хотел его снять О любви Так он его и снял И это, собственно говоря Была единственная Картина из серии Про бандитский Петербург О которой вообще стоит говорить Все остальное Были детективы Бывали и хуже Бывали и лучше Но это было все скучно А наша история Была картина о любви Прежде всего А это окружение Бандитский Этот фон 90-е годы Это был фоном Не более того Там была история Прежде всего о любви Я ничего плохого Об этой картине не мог сказать Это ошибка Ну понятно Это все в интернете А как вы считаете Вам больше медийной узнаваемости Добавил этот сериал Или заработок Потому что Ну всем известны сериалы Тогда шли Вообще всегда идут Из-за денег Ну В первую очередь Вам наверное понравился сценарий Да? Не подскажешь Естественно Я вообще в кино За деньги иду Довольно редко Что-то там должно Кроме денег быть Что-то Ради чего я должен Тратить свое Здоровье И главное Куски большей жизни Хотя бывает так Что и Очень много проходного Я потом с трудом вспоминаю Оказывается Я там снимался Там Тогда вообще Речь не шла о деньгах Речь шла о режиссере Который пригласил Именно меня С супругой Именно нас Он хотел И это Мне кажется Решило Почти все И сценарий И история героя Там было Что играть То есть Для меня Это абсолютный Гамлет Пересказанный Переложенный Даже по сюжету Там Погибают родители То есть Попытка мстить Не мстить То есть Это современный Гамлет Которого Затащила ситуация Туда куда Затащила Откуда пути Обратно нет Там было Что играть Прежде всего А деньги Это так Сопутствующая История была Мне например Очень нравится Ваша роль Вместе с квартетом И день выборов Я не помню То есть Стоматологи Ну там О какой-то Был один съемочный день О какой-то роли Нечего говорить Ну это была такая Шутка Хулиганство Не более того Ну и заканчивается Петербургом Именно Вот год назад Именно сегодня 15 ноября Умер Лев Борисов Вот каким он вам Запомнился Ну Просто потрясающе Совершенно талантливый артист Которого я не знал И фильмов Которых я почти не видел А потом я уже начал Так сказать Уже пообщавшись Видеть его там 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 И отмечать Насколько удивительно Талантливый человек Он как в тени Своего брата Немножко оставался Но потрясающе Удивительно талантливый актер И Это вот самое главное Впечатление Поскольку он был Взрослый Сложивший человек И проживший Определенную жизнь Характер Не самый простой Может быть не самый добрый Но А талант Ощущение было Потрясающе Из него это шло И партнерское И просто вот Наблюдать за ним Было одно удовольствие Теперь не о фильмах А о музыке Андрей Дмитрий Как вы вот Творчески Встретились Пересеклись Андрей Александрович Расскажите пожалуйста Расскажу Дмитрий Анатольевич Значит Мы познакомились В принципе На автогоночной трассе Мормально Да И так Все складывалось Что Ну Такое Доброе Спортивное Некое соперничество Которое У нас было Ну Переросло В какое-то Вот знакомство Скажем Более близкое И Дмитрий Пригласил меня На Иствикские ведьмы Мюзикл Где он играл Дэриэла Ванхорна Посмотрев Посмотрев этот мюзикл Я Скал Конечно Джек Николсон Может быть И может Быть лучше Но если Он научится Так же Двигаться И так же Петь Собственно говоря Вот Поэтому Для меня Для меня Лучший Дэриэл Ванхорна Что-то вас расстроило Дмитрий Ну не научился Он так двигаться И петь Да Джек Николсон Переживаю По поводу Джека Николсона Но он постарше Будет Поэтому Вы пришли То есть Вы занимались Не то бизнесом Не то были В политике Да В музыку То вы откуда Пришли Как пришли Ну вообще-то музыкой Я занимался Всю жизнь Но Как в прекрасном Великолепном Фильме Берегись Автомобиля Говорит Герой Естегнеева А как бы Хорошо Фаина Раневская Играла Вечером На сцене Если бы Днем Она работала У ткацкого станка Вот Я это В общем-то Пронес Через всю Свою жизнь И поэтому Занимаясь Да Постоянно Какой-то Серьезной Нормальной Работой Не занимаясь Вот этой ерундой Вот Я Шучу Ну Шучу Последние Там Несколько Лет Но я уже Уже там не работаю Я был хороший Нормальный Чиновник Сволочный Негодяй Вот точно Чиновник Она мне говорила Да Такой Нормальный Самый Пониматель И поэтому Я ушел Оттуда Как тебе не стыдно Так мне стыдно Поэтому Поэтому и ушел Ну конечно Сколько же музыков Ему стыдно Дмитрий Вы смотрите В июле 2012 года Вспоминайте Аэропорт Юля Тяжелая сумка Дмитрий совершил Настоящий джентльменский поступок Да 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 Это было не в соцсетях написано Вот он ответился на просьбу о помощи И помог Юле с сумками с тяжелыми Которые надо было там с места на место Юля по-моему только потом догадался Что это был Дмитрий Певцов Да перемещать Дмитрий А кроме этого у вас еще какие-то подвиги были? Нет Это был первое единство Больше я не готов Это был Я так Я Изо всех сил себя заставлял Да Закрыл лицом маски Больше я так поступать не буду Да Уважаемые зрители Если у вас есть вопросы Вот Михаил Михаил Дайте мне пожалуйста Кто эти люди Сегодня в студии присутствует ваша мама Недавно был в Калуге Максим Аверин И он сказал Что половину цветов Когда он возвращается с гастроли Отдает своей маме Половину берет себе Какие подарки вы дарите своей маме? Подарки? Ну я не знаю Дело в том что есть вещи То есть есть вещи Вещественные какие-то А есть Есть время и внимание К сожалению у меня Такой дикий лимит со временем Но когда оно есть Я стараюсь Стараюсь хотя бы звонить и разговаривать А подарки Ну я не знаю Я считаю что мы съездили в Америку Это вот для мамы такой подарок А то что сейчас мы вместе в Калуге Это тоже подарок Во-первых мы вместе Во-вторых мама на моем концерте И это и мне приятно И ей приятно Наверное вот о таких О таких наверное О такого рода подарках надо говорить Мне кажется Ура Так друзья еще Да вот есть в чем Оксана Дмитрий Андрей Я когда готовилась к этой встрече Смотрела вообще в интернете Чем вы занимались Последние там несколько недель И с удивлением узнала о том Что у вас в конце октября Было участие в интересном проекте Посвященном столетию российской анимации Да Вот То есть Я немножко сначала удивилась Потому что с одной стороны Это серьезные достаточно произведения Да это Вертинский, Есенин, Высоцкий А с другой стороны Вот фильм-фильм-фильм И там вот Такая интересная песня Домового Вот скажите пожалуйста Водянова Ой Я водяной Извините Да-да-да Вот у меня что-то водяной и домовой Немножко в один образ сложились Вот вы скажите пожалуйста Как вообще Вот вы решились принять участие В таком проекте Потому что С одной стороны Вот вроде не серьезно Хотя я говорю что как бы Потому что анимация и детство Это все очень Это все очень серьезно И все очень трогательно Вообще любите ли вы смотреть мультики И хотелось бы узнать На самом деле Вот может поступали уже Какие-то предложения Поучаствовать в каких-то Анимационных проектах Я знаю что российские артисты В последнее время Активно в них участвуют Вот Я собственно интересуюсь С корыстной такой целью У меня младшей дочери два года И мне очень хотелось бы Чтобы она смотрела Качественные мультики Поэтому вот Может быть В будущем у вас что-то будет Вот такое интересное Именно для детей Ну я на первую часть вопроса Отвечу наверное Андрей продолжит Для меня вообще в принципе Я часто повторяю эту фразу Кого-то из великих Мир уцелел потому что смеялся И в наших концертах В наших выступлениях Я Мы стараемся Чтобы было все-таки Не только серьезно Потому что люди устают от этого Жизни хватает Но и юмор Я вообще люблю шутить В принципе я пытаюсь быть Ну это самое высшее театральное Умение клоунада Я к этому стремлюсь внутренне Поэтому никакого Противоречия между тем Что мы делаем на сцене И этим приложением Совершенно не было А дальше расскажет Андрей Андрей это ты Да У нас действительно Программа концертная Она очень разнообразная И там есть много юмора И действительно На последнем концерте Мы совершенно случайным образом Исполнили песню Водянова Да Потому что Ну так сложилось Потому что Того требует настроение Концерта А когда нам предложили Поучаствовать Предложили Дмитрию Вот Дмитрий мне сказал Подбери какую-нибудь песню Посмотри там Прислал мне список Я посмотрел И сказал Что единственная песня Которая Ну меня Меня с детства Вообще греет Это Водяной Водяной Я вижу Потом он мне снова звонит Говорит А мне они говорят Ну надо заканчивать Надо вот спеть Фильм-фильм-фильм Я говорю Слушай Как я сразу не догадался Это же настоящий рок-н-ролл Но не в том виде В котором Сокол его Значит исполняли Группа Сокол Да Группа Сокол А в том виде В котором я это вижу А это статус-кво Это вот просто Один в один И мы в общем-то За несколько дней За два дня по-моему На студии Все это дело записали И получилось К моему великому Изумлению Получилось И нам потом Организаторы сказали Что это Одни из лучших номеров Конечно Там был Оркестр кинематографии Под управлением скрипки И конечно Игорь Бутман То что он сделал На саксофоне Играя там Эту Умка Та-та-ра-та-ра-ра Что же ты Та-та-да Мне спишь Вот Это потрясающе Для меня например Это был самый волшебный Номер концерта Но Организаторы сказали Ёлки-палки Как креативно Как это клево Вот Потому что Я могу давать Просто Андрей Услышавший человек И он Нашел свои Свой вариант звучания Этих двух песен Вот этот В стиле Статус-кво Рок-н-ролл И замечательная Аранжировка Придумал Водянова Где были Куски джазовые И роковые И замечательно Оделся В гидрокостюме В ластах С лягушками С этими С клизмами С которых вода На первый ряд То есть было Очень весело И так Приятно Нет А еще вторая часть вопроса Мультики озвучивать будем А про мультики я Несколько раз поступали предложения Но как-то мы не договаривались Даже в снимающейся мультике Был какой-то Вот сейчас про самолеты Вышел Отвентарь Как называется Не знаю Я считаю Что это не мое дело Потому что у меня нету Яркого Индивидуального Звучания Вот голосового Именно Ну вот как голос Просто говорящий Поэтому Есть люди Гораздо С гораздо более Актеры С более Узнаваемыми И яркими И характерными Голосами Которые этим занимаются У меня таких Не сложилось Пока ни разу Ни с каким проектом Ни чужое Озвучить Ни новое Давайте слушать музыку Да Можем мы вас попросить Взять микрофон Просите Дмитрий Не будете ли вы так любезны В нашей музыкальной программе Нет Я устал Сейчас я думаю Андрей Тогда мы споем Он не вернулся что ли Он не вернулся Избы Да Я тогда не буду Я сидя спою Хорошо То что предыдущее Мы включили Почему все не так Вроде все как всегда То же небо Опять Голосами 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 Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он Не вернулся И спой Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он Вернулся Из боя Мне теперь не понять Кто же Правду послез В ваших спорах Без сна И покоя Мне не стало Хватать его Только сейчас Когда он Не вернулся Из боя Мне не стало Хватать его Только сейчас Когда он Не вернулся Не вернулся Из боя Он молчал Не в попад И не в такт Подпевал Он всегда говорил Про другое Он мне спать не давал Он с восходом Он с восходом Вставал А вчера Не вернулся Из боя Он мне спать не давал Он с восходом Вставал А вчера Не вернулся Из боя То, что пусто То, что пусто Не про то разговор Вдруг заметил я Нас было двое Для меня Будто ветром Задуло Костер Когда он Не вернулся Из боя Для меня Будто ветром Задуло Костер Когда он Не вернулся Из боя Когда он Клинче Вырвалось Будто Из плена Весна По ошибке Окликнул Его я Крут Оставь Покурить А в ответ Тишина Он Читает Вечер Не вернулся Из боя Труд Оставь Покурить А в ответ Тишина Наши мёртвые Отражается небо в лесу данной воде. Всё теперь одному, только кажется, в нём это я, и я всё исполняю. Субтитры подогнал «Симон» Программ «Пролив» мы продолжаем. Андрей Вертузаев, Дмитрий Певцов здесь сегодня у нас. Мы разговариваем, мы слушаем композиции, песни. Дмитрий, Андрей, у вас очень разноплановый репертуар получается. Высоцкий, Вертинский, Арбенина Роза вы поёте, там «Секрет». Как вы отбираете репертуар? Как договариваетесь между собой? И договариваетесь ли? Да, дерётесь ли? Ну, периодически, конечно, бывает. Но песни вообще, меня сами песни находят, так как-то получается. И даже когда я работал ещё без группы «Картуш», даже я как-то раз пару песен купил, но так их не спел. Они вот как-то сами меня находят, забудут разные проекты выступать. А вот когда мы воссоединились с группой, тут началось совместное творчество, и песни, приходящие ко мне, они сразу попадают в руки Андрея Александровича и наших музыкантов, и получают свою оригинальную аранжировку. Я иногда прихожу, у меня есть личные, вот, я хочу спеть вот это, или вот это, допустим, да. Я прихожу с этим к Андрею. Но в том числе есть песни, рождённые внутри коллектива, и мы обязательно споём такую, одну из этих песен. Также есть личные, так сказать, предложения Андрея, которые, ну вот, давай вот это попробуем сделать. Или о песне, являющейся, вот расскажи историю про песню, которая сложилась из несостоявшегося фильма. Была весёлая история про атаман. А, да, не, ну, история-то такая, да, конечно, я же... Так вот, ситуация, я всё время Дмитрию говорю, когда он говорит, я буду сниматься в кино, я говорю, а кто там пишет музыку? То есть такой интерес. Композиторы. Конечно, да. И вдруг ответ, композиторы, я понимаю, что это не про меня, вот, и тогда, соответственно, начинаю клянчить, а давайте я напишу тогда песню. Если нельзя музыку, тогда песню, ведь можно же, правда, да? Можно песню всегда. Вот, и я, соответственно, таким образом выцеганил, и мы исполним сегодня песню, называется она «Над рекой». Это была написана песня к фильму «Мой капитан». Дмитрий потом, значит, подкорректировал текст, вот, который был написан, вот, вырубил топором, вот, и, соответственно, получилось то, что у нас получилось. А про песню «Атаман» это такая интересная история, он в очередной раз говорит, я сниматься буду в фильме и буду играть там атамана. И вот, представь, мы сидим у костра, вечером, ну, в смысле, казаки, настоящие. Казаки, вся группа «Картуш» в казачьей форме, с бородами. Да? Ты мне этого не говори. Была такая мысль. Вот, и в результате он поет, значит, эту песню. Нужна какая-то вот казацкая песня. Там сказка, да, казачья сказка это проект. А, казачья сказка, да. Так вот, в результате. Да, в результате. Я ж до этого писал только рок-н-ролл, хард-рок, все, а потом написал «Над рекой». Это такой дикий хард-рок под балалайку. Да, да. И баян, что, собственно говоря. А тут он говорит, ну, ты ж говорил песню, ну, да, я ж казак, елки-палки. Родился казаком. Всегда. Поэтому я сел и в течение месяца, значит, писал, мучился, ходил на него, смотрел, думаю, казак, не казак. Казах. Казах. Казах, не казах. В результате я прихожу такой радостный и говорю, а это было в Германии, да? Помнишь, я пришел с гитарой в гримерку? Мы были в Германии? Да, мы были в Германии. Ну, а где еще про казаков снимать? А в Германии. А там было кино про фашистов. И потом Войтюка там забыли, понимаешь? И я его контрабанд. А, мы с концертом, а, все, я вспомнил, да? Да, мы были с концертом в Германии. Благотворительный концер. И вот, и бас-гитаристы там потом, это контрабанды, я в самолет запихивал. Двухметровый такой бас-гитарист. Так вот, я там прихожу к нему в гримерку, говорю, давай, вот песня. И песню ему показываю. Он смотрит проникновенно, все, потом говорит, а я уже не снимаюсь в этом. Я отказался, да. Я отказался. Ты думал? Да, ну, как само собой разумеющееся. Вот таким. Ну, а песня осталась, и сегодня она прозвучит у нас на концерте. Поэтому приходите, люди добрые, да? Вам же лучше будет, да. Программа на следующий день после концерта будет показываться. Вот те, кто были вчера на концерте. Да, приезжайте в Брянск. Вот сегодня в Брянске будет звучать песня «Атаман» как раз, которую вы вчера не успели посмотреть в колузе. Ну и так со многими получается. Так я написал и «Шута» написал. Очень великолепная песня была. Гениальная песня. Потом написал фильм. Ну, ничто не пропадет, ваш скорбный труд и дум высокое стремление, сказал поэт. Поэтому все хорошо. Дмитрий, как вам современные сценаристы вообще? Вот сценарии нормальные пишут или все-таки... Есть, которые пишут нормальные сценарии. Поименно? Поименно. Ну вот сейчас я прочел сценарий замечательный Андрея Тилькина, а Алексей Слоповский – блистательный сценарий совершенно. Но просто среди вот этого телешлака, который кормит нашего телезрителя бедного, очень сложно отшелушить вот этих вот зерна, которые изредка появляются в навозе. Есть, талантливые люди есть всегда. Просто сейчас телевидение, ну, то, что касается производства сериалов, это никакого отношения ни к людям, ни к кино, ни к любви, ни к искусству не имеет. Это просто, ну, такой, ну, своеобразный способ зарабатывания денег относительно честным путем. А как вы думаете, а почему people have it? Приучили. Это проблема, да, ну, да, когда ничего другого нет, то к этому, это бывает такое, приходишь на плохой спектакль, и я прихожу, и смотри, господи, ну, что ж так плохо-то, ну, это же невозможно, ну, это неправда, я не верю, ну, ужасно все, и это вот, через 15 минут, ну, ладно, ну, хорошо, ну, а сюжет? И как-то уже через час уже, вроде, привык. Втягиваешься. Мне рассказали историю удивительную по поводу вот этого people have it на каком-то из, это было в середине 90-х, а там же есть пилотные проекты, пилотные серии. И вот, значит, дали денег, вот сценарий, сценарий, ну, какой-то. Давайте снимем, сняли пилотную серию, там, или сколько, 4 серии, худсовет смотрит, и все обсуждения, все стоят единогласно, говорят, слушайте, это людям показывать просто нельзя. Да, мы потратили деньги, но это так ужасно, что просто, ну, это очень стыдно. Давайте это уберем, смоем, там, размоем. И встал один человек, говорит, вы знаете, ну, денежки мы потратили, ну, давайте пустим в какой-нибудь, ну, где-нибудь там сбоку эфира, ну, как-нибудь, ну, все-таки. Они пускают сбоку эфира, и рейтинги такие, просто зашкаливающие, и это продолжают снимать дальше и дальше, и вот и все. А как вы вообще, вот расскажите, Дмитрий, вы же как раз начали сниматься в кино, когда кино уже, собственно, и прекратилось, потому что прекратился Советский Союз, да? Я успел еще в советских фильмах сняться в парочке, в троечке. Ну, в конце 80-х, там, 88-89 год, да? Последний был фильм, который прошел в советском прокате, был фильм по прозвищу «Зверь». Да, ну, это уже в 90-м году. В 90-е годы, ну, хорошо. Потом начались 90-е. Да. Собственно, расскажите, как тогда снималось, потому что кино не было, артистов не приглашали, артисты бедствовали, ну, как вообще вот выживали? Ну, по-разному выживали. Во-первых, была всегда работа в театре, худо-бедно, там, с голоду не умрешь. Кино какое-то снималось на самые непонятные совершенно деньги. Но я очень хорошо помню в 90-х годах, что, чтобы там заработать денег, чтобы залить бензин в машину, я иногда занимался этим развозом, бомбил. То есть подвозил людей, было смешно, когда узнал. Ну, реально, то есть и не только я, и мои, там, ближайшие друзья, там, Леша Серебряков, там, Сережа Векслер, где мы вместе тормозят. Ну, действительно, вот так вот, как-то так. А вот смотрите, еще проблема кинопроката. Отечественные фильмы, ну, современные, да, они порой их не берут в прокат, ну, потому что это невыгодно. Да. Мы на этом не заработаем. Ну, да. Что с этим делать? Как человеку показать отечественное кино? Ну, я не знаю, я же не специалист, не киновед и не чиновник от кинопроизводства и использования. Но я знаю, что, вот, по-моему, во Франции там есть какой-то жесткий совершенно лимит на иностранные фильмы. То есть там, типа, там 30% только можно показывать вот иностранные продукции, а остальные... То есть я не знаю, как сегодня, может быть, так бороться. С другой стороны, я согласен, что у нас конкурентоспособного кино сейчас гораздо меньше, нежели, ну, если взять в процентном отношении того, что производится вокруг нас. Поэтому... Ну, и потом, у нас действительно любят деньги зарабатывать здесь, сейчас, на отставленный результат работает плохо. Ну, вот если бы вы принимали решение, вы бы на широкую публику что показали бы? Какие фильмы из последних? Ну, я вот... У меня был замечательный... Был один день на кинотавре, где я увидел в последний день конкурсного показа две картины. Одна называется «Со мной вот что происходит» под названием песни Микоэл Тревердеева и Евгения Фтушенко. А вторая... Я был рядом. Абсолютно разные. Одна в стиле Вудиалина, вторая пронзительная, абсолютно русская такая драма, но снятая, виртуозная совершенно, где я через час смотрел. Я плакал и смотрел. Ну, вот эти два фильма, я их помню до сих пор, это было больше, чем полгода назад, и эти фильмы появляются. Они появляются, надо их просто находить и заниматься. Это, очевидно, государство должно людей поворачивать головами. Смотрите, ребят, вот смотрите, вот наше кино хорошее. И рекламировать его, и в телевизор его пихать, и навязывать его. Потому что хорошие вещи тоже, не только гадости можно рекламировать, хорошие тоже можно рекламировать. Нашел одно высказывание, цитата из какой-то районной газеты, из дальнего города. По словам примы сибирской сцены Кларины Шадько, побывавшей на одном из концертов ваших, в качестве зрительницы, «Каждая его песня и есть маленький самостоятельный моноспектакль». Кларина Шадько. АПЛОДИСМЕНТЫ Могу только сказать большое спасибо за столь объективное мнение. У нас мало времени осталось. Очень мало времени осталось. Я не знаю, надо ли вам настраивать инструменты в концертном зале. Надо. Жаль. Очень жаль. Но все равно, вот та песня, о которой вы говорили, мы не можем ее не услышать. Да. Над рекой. Над рекой. Обязательно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Feld eligible Лишь ветер с нами белая Дара дует а селиться у и я мари я как у тебя а а а а а а селиться у и а Он меня дурманит, я как будто пьян. Андрей Вертузаев, спасибо огромное. Дмитрий Певцов, спасибо огромное. Дмитрий, напоследок мы хотели вас попросить прочитать монолог из любимого спектакля, но, к сожалению, наше время вышло. Нам очень приятно, что вы оказались. Я Бородино прочту в следующий раз целиком. Ну, мы с вами дату согласуем тогда, хорошо. Удачи вам на концерте. И последние ноябрьские тезисы, ваше обращение к нашим телезрителям. Тут еще газеты сидят, так что и для читателей тоже. Люди добрые, берегите друг друга. Все. Дмитрий Вертцов, Андрей Вертузаев, программа «Пролив» на сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова